С 1 по 30 апреля 2021 года в нашей стране пройдет всероссийская перепись населения. Она должна была состояться в октябре этого года, но из-за пандемии была перенесена на более поздний срок. С какой целью проводится перепись, какая подготовительная работа сейчас проводится, нам рассказала главный специалист-эксперт отдела сводных статистических работ в городе Славянске-на-Кубани Влада Ткаченко. Всероссийская перепись населения является частью всемирной программы переписи населения ООН. По этой программе рекомендуется проводить переписи не реже одного раза в 10 лет. В России такая периодичность установлена федеральным законом номер 8 от 25 января 2002 года. Всероссийская перепись населения пройдет под девизом «Создаем будущее». Запущен официальный сайт переписи населения, называется ООН «Страна-2020». Это яркий мультимедийный ресурс, знакомит посетителей с ходом подготовки и проведения переписи. На данный момент в Славянском районе продолжаются подготовительные работы к переписи населения. В районе работает межведомственная районная переписная комиссия. Уже проведена большая работа по наведению порядка в адресном хозяйстве. Эта работа заключалась в обновлении и вывешивании отсутствующих аншлагов, номеров домов и квартир. Работа по упорядочению адресного хозяйства продолжается. В районе разработан и утвержден организационный план проведения переписи. Славянский район разделен на переписные и счетные участки. Переписных участков у нас 39, из них 19 по городу и 20 по селу. На переписных участках будут работать стационарные участки. Это участок, куда могут прийти люди, которые не смогли переписаться по той или иной причине. В настоящее время ведется работа по подбору помещений для переписных и стационарных участков, адреса которых при полном их подборе будут опубликованы. Для проведения переписи в районе требуется задействовать 364 переписных работника. Из них по городу 180 человек, по селу 184 человека. Каждому переписчику предстоит переписать в среднем 550 человек. Значит, перепись впервые можно будет пройти несколькими способами. Это можно будет дождаться дома переписчика. Также можно будет переписать семью самостоятельно через интернет на портале госуслуги или в мобильном приложении госуслуги. Значит, можно будет пройти на стационарном участке и в МФЦ. Перепись населения станет первой в истории нашей страны цифровой переписью. Переписчики будут использовать отечественные электронные планшеты со специальным программным обеспечением. Все планшеты для переписи будут оснащены первой российской мобильной операционной системой «Аврора». Перепись – это прежде всего ответы на вопросы. Все ответы записываются со слов граждан, никаких документов предоставлять не надо. Собранные данные помогут рассказать государству, сколько нас, какие мы, как мы живем, в какой поддержке нуждаемся. Такая статистика позволит планировать программы развития нашей страны. Просим жителей города и района принять активное участие в предстоящей переписи населения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...